В эфире Панорама Севера в студии Елена Гончарова. Здравствуйте! Железнодорожная станция «Архангельский город» исполнилась 50 лет, а незадолго до этого события был введен в эксплуатацию железнодорожный мост через Северную Двину. Продолжит Екатерина Грициенко. Это сейчас мост, соединяющий центр Архангельской и Левый берег реки, горожане называют старым, в противовес новому Краснофлотскому мосту. А 50 лет назад, день, когда первый подвижной состав проехал по этой транспортной артерии, стал для архангелогородцев настоящим праздником. Строительство железнодорожного моста через Северную Двину началось в 1958 году и длилось около 7 лет. В те годы это сооружение было самым большим в бывшем в Советском Союзе мостом с вертикально-подъемной системой. Его разводной пролет составляет 88 метров. До постройки этого 800-метрового сооружения грузы в Архангельск доставляли по реке или льду. Железная дорога обрывалась на левом берегу. Именно с возведения моста через Двину и начинается история станции Архангельск-город. Сколько встреч и расставаний связано у архангелогородцев с этим местом. Однако работа железнодорожной станции совсем не ограничена обслуживанием пассажирского транспорта. Архангельск-город — это целый комплекс с приемными и отправочными путями. Сортировочной горкой и техническим парком. А сердце всего этого механизма — пост электрической централизации. Сельстрахов М95 белая, на 53 занятый, маршрут готов. Динамичная работа. 12 часов пролетает незаметно. Надолго отвлекать от работы сотрудников поста электрической централизации мы не стали. Их внимательность и сосредоточенность не просто имеют большое значение, они жизненно важны. Бригада в составе диспетчера и дежурного круглосуточно составляет маршруты, открывает сигналы светофора, в общем, руководит движением поездов, прибывающих и отбывающих со станции Архангельск-город. В летний период времени проходит порядка 26 пассажирских поездов в сутки. Это отправление и прибытие. В зимний период их где-то в два раза меньше. Значит, грузовые поезда, грузовые перевозки равны 10-12 поездам в сутки. Кстати, называть тупиковой, как считают многие, эту станцию с полувековой истории не совсем верно. Движение экспортных материалов здесь не останавливается. Просто с рельсов их перегружают на морской транспорт. Екатерина Грицыенко, Руслан Симушин, Алексей Шрошов. Панорама Севера. Некоторые российские вузы повысили плату за учебу на следующий год. Кое-где ее стали привязывать к курсу условных единиц. Об этом сообщает российская газета. Между тем, плата в течение учебного года может повышаться только лишь в пределах инфляции. И, разумеется, без всякой привязки к валюте. В Северном Арктическом федеральном университете нас заверили, что до конца учебного года повышение платы за обучение в вузе не планируется. В соответствии со статьей 54 закона об образовании со студентами заключается договор сразу на весь период обучения. То есть на 4-5 лет и в нем указывается фиксированная плата. Ее размер увеличится только с сентября и лишь на 5%. Увеличение стоимости обучения будет производиться по итогам установленного уровня инфляции на 2014 год на следующий учебный год. То есть на 2015-2016 учебный год. В текущем учебном году повышение стоимости обучения ни на одном уровне образования в Северном Арктическом федеральном университете не предусмотрено. Размер платы за обучение в Северном Арктическом федеральном университете колеблется от 63 до 112 тысяч рублей. Самая низкая стоимость по специальности преподаватель технологии. Проще говоря, учитель труда. Немногим дороже, около 67 тысяч рублей, стоит образование на гуманитарных направлениях, таких как социальная работа, организация работы с молодежью. Примерно в такую же сумму обойдется образование по профилю «нефтегазовое дело». Самая высокая цена за наукоемкие специальности, требующие серьезных технологических вложений. Это информационная безопасность, мехатроника и робототехника. Архангельский центр помощи совершеннолетним опекаемым отметил 10-летний юбилей. В 2014 году учреждение стало победителем конкурса Российской организации высокой социальной эффективности. Его заслуги отмечены коллегами из Брюсселя и Берлина. На праздничном мероприятии побывала и наша съемочная группа. За 10 лет менялись названия, проводились реорганизации, но одно оставалось неизменным. Центр помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Его подопечные – одинокие престарелые, люди с ментальными особенностями здоровья. Всего около 700 человек в 10 отделениях по всему городу. Работа сложная, работа трудная. Но наших работников отличает милосердие, терпение к нашим подопечным. И я всегда восхищаюсь ими. Уважение вызывают результаты работы центра. Многочисленные проекты с городом-побратимом Эмденом, организация школ опекунов и программы социальной адаптации «Я сам». А также разноформатная творческая деятельность, которая и легла в основу юбилейного концерта. И сегодня этот центр – это сложившийся коллектив, коллектив единомышленников, коллектив, который опирается на хорошую материально-техническую базу, также созданную муниципалитетом за счет городского бюджета. И я думаю, что это коллектив, который может еще на протяжении очень многих лет оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. В этом году центр продолжит и бесплатное обучение пожилых людей работе с компьютером. Проект реализуется при поддержке мэрии Архангельска. Мария Воробьева, Артемий Заварзин, Евгений Зыков. Панорама Севера. 2015 год – 70-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. В Мирном первой в ряду общегородских мероприятий, приуроченной к 9 мая, стала научно-практическая конференция, прошедшая в Школе искусств. Подробности в сюжете наших коллег. Ставшие крылатыми слова Ольги Бергольц «Никто не забыт и ничто не забыто» определили тематику конференции. Участникам предлагалось проанализировать деятельность архитекторов, художников, композиторов и других деятелей искусства, в чьих творениях запечатлена память народа о войне. Песни, картины, скульптуры помогают потомкам победителей осознать и прочувствовать, что пришлось пережить их дедам и прадедам. В декабре конкурсная комиссия изучила представленные работы и отобрала 11 из них. Выступление авторов школьников Мирного и Плесецкого района возрасте от 9 до 17 лет на втором этапе оценивало жюри, состоявшие из педагогов и работников культуры. Из более чем 10 докладов, лишь три были посвящены изобразительному искусству. Яна Семендяева свое внимание обратила на графические произведения военных лет, ставшие острым оружием идейной борьбы – плакаты. На ровне с радио и газетами плакаты вели пропагану против фашизма, укрепляли боевой дух советских воинов, помогали дружникам тыла и образовали советский народ отдавать все силы в борьбе с фашистскими захватчиками. Подготовка работы, сбор информации, по признанию самой девочки, оказались для нее интересным захватывающим делом. Узнав больше о плакате, его особенностях и значениях, она смогла воплотить полученные знания в собственном рисунке. Старания Яны оказались не напрасны. Она была признана лучшей в младшей возрастной группе. Второе место заняла Полина Каплун из Савинского. В старшей жюри отдала пальму первенства сразу двум участницам. Одна из них, Дарья Пестова, также заинтересовалась изобразительным искусством. Дарья провела серьезные исследования того, как художники и скульпторы создавали портреты героя Твардовского во время войны и после. Теркин получил такую популярность, что не только иллюстрации рождали у читателей представление о нем. Редкий литературный персонаж удостоится того, чтобы ему поставили памятник, да не один. Кроме того, образ бравого бойца был воплощен в фарфоровых фигурках и в виде куклы. Практической частью работы участницы стал написан ею портрет Василия Теркина, вернувшегося домой после войны. Не менее запоминающимися, глубокими, были выступления, посвященные музыкальным произведениям и их авторам. С вокальным номером выступили и ученицы 12-й школы Полина Кузнецова и Арина Сметанина. Их работа «Песни как память» о творчестве Михаила Исаковского заняла второе место. На третье жюри поставила Юлию Кравцову, которая рассказала об истории создания и исполнения песни «Журавли». Организаторы достигли заявленной цели. Готовясь к конференции, участники проштудировали немало источников. Больше узнали не только о произведениях и деятелях искусства, но и о самой войне, и о событиях, и героях. Композиторы, художники, режиссеры сыграли немалую роль в достижении победы. И сейчас, по прошествии семидесятков лет, значение их произведений не уменьшилось. Они сохраняют историю для следующих поколений. Накануне страна вспоминала Владимира Высоцкого. 25 января ему исполнилось бы 77 лет. С поклонниками творчества, певца, актера и поэта познакомилась Валерия Пуминова. Это была любовь с первой нотой. 22 года назад обычная поездка в автобусе буквально перевернула жизнь Алексея Шипицына. В салоне звучала песня, слова которой показались удивительно близкими. Алексей дождался конечной остановки и узнал фамилию певца. Владимир Высоцкий. Тогда было тяжеловатенько достать эти все пленочки. Так редко где увидишь что. Ну и вот потихоньку начал. Дома постоянно практически слушал. Ну и соответственно вырабатывал его голос. Потом я устроился на 5Т работал. И вот там организовал первую коллекцию. Так возник музей на колесах. Всюду фотографии кумира и знакомый с хрипотцой голос из динамиков. Многие пассажиры с уважением относятся к увлечению водителя и помогают пополнять коллекцию. Приносят из дома фото, газеты и журналы. Благодаря Семеновичу я многого добился в жизни. Мне вот раньше говорили, что я сопьюсь, как Высоцкий, например. Ну родители так говорили. Но этого не произошло и не произойдет по одной простой причине. Потому что у меня в мозгу как-то все вот благодаря ему переключилось. Включая и по радио играет его песня. И мне на душе как бы становится легче намного. И работать вообще легко. И все же давняя мечта Алексея поставить в Архангельский памятник любимому певцу. Приезжали люди из Москвы, взяли мой номер телефона и практически пообещали связать меня с Никитой Высоцким. Чтобы как бы у нас произошла с ним встреча. Ну и соответственно решать по этому, чтобы он посодействовал в вопросе о памятнике. А вот вторая мечта Алексея – освоить детару и спеть в кругу любителей творчества Высоцкого вполне существима. Каждый год в культурном центре «Луч» 25 января собираются поклонники знаменитого барда. В этом году здесь организовали квартирник. В неформальной дружеской атмосфере каждый мог исполнить любимые песни и поделиться мыслями, что для него значит творчество Высоцкого. И песню, которую я сегодня исполнял, это была любимая песня моего отца. Исполнял ее как в память Владимира Семеновича, так в памяти моего отца, которого уже порядка 10 лет нет с нами. Простой водитель Алексей Шипицын называет Владимира Высоцкого «Семенович», потому что для него он не далекий кумир, а близкий друг, который всегда рядом. Друг, который помог ему найти свою колею. Валерия Пуменова, Руслан Семушин, «Панорама Севера». Мы продолжаем нашу рубрику «Редкие профессии». Но сегодня наш рассказ не о профессии и даже не о ремесле, а скорее о призвании. Что требуется, чтобы стать мастером колокольного звона в материале Виктора Кузнецова. Звучный, мелодичный, раскатистый – все это проколокольные перезвоны. Даже в обычной каждодневной суете и спешке, появившись как будто из ниоткуда, заставят они прохожего, если не остановиться, то уж прислушаться и оглянуться точно. Откуда льются мелодичные звуки, беспрепятственно проникающие в самую душу? Часто ли мы задумываемся, кому обязаны этой музыки? Работа ли это колокольной звона? Изначально это занятие действительно служение Богу, без преувеличения, зимой и летом, днем и ночью, по жесткому внутреннему церковному укладу. Звонарем становится человек не ради заработка, а ради того, чтобы исполнять звоны, для того, чтобы у храма был голос. Звонарь находится все время на улице, в любую погоду, и бывает по ночам, когда ночные службы. Конечно, звонарю приходится нелегко здесь. Как же они становятся мастерами колокольного звона? Потому как это даже не профессия, а скорее искусство, которым занимаются по призванию. Директор Международного центра колокольного искусства Григорий Сальников считает, что звонарем может стать любой человек. Ограничений нет ни для возраста, ни для пола. Но самое главное – желание, чтобы у человека было. А при желании человек найдет, где ему научиться колокольным звоном. Это искусство, оно передается от человека к человеку. Просто человек может обратиться к другому звонарю в храм, позаниматься с ним, может обратиться в школу звонарей, если есть у него в городе. Кто-то ездит на курсы, кто-то обучается на фестивалях. Есть возможность заниматься самостоятельно через интернет по дистанционным программам. Все зависит от внутреннего побуждения. Если оно настолько сильное, то человек добьется своего и дойдет до конца. Колокольный звон, он настраивается не по нотам. Это ритмический звон, русский колокольный. И поэтому здесь основным способом исполнения выступает какой-то определенный ритм. И поэтому звонарь именно тренирует этот ритмический рисунок или просто рисунок звона. Ну и этот рисунок должен соответствовать канонической традиции. Встречный, праздничный, венчальный, похоронный. В репертории звонаря должны быть звоны на все случаи приходской жизни. Бывают, правда, и особые храмовые звоны. Например, печерские, успенские. Какие колокольные звоны – это искусство церковное, то оно и требует соответствующего отношения к этому. Назначение звона – это призыв на богослужение или благая весть о начале праздника, например, Пасхи. Потому среди требований к звонарю одно из главных – знание церковной жизни. Хотя, насколько человек верующий и духовный, вопрос открытый, как, впрочем, и в обычной жизни. Виктор Кузнецов, Евгений Зыков, Панорама Севера. 157 лет назад марш Медельсона впервые прозвучал на церемонии бракосочетания. С этого момента он стал неразрывно связан со свадебными торжествами. В рубрике «Вопрос дня» мы спросили жителей города, а какой должна быть, по их мнению, эта судьбоносная церемония. Не слишком это важно. Важно, чтобы любили друг друга. И все. А то, что торжественно и не торжественно, не знаю. Возможно, это один раз. Первый и последний. Должен быть праздник. Уверена, что да, должно быть. Именно эта музыка. Мы, во-первых, привыкли. Это, наверное, традиция больше всего. И красиво. И у всех сразу соответствующее настроение. Серьезность этого момента. Мне кажется, тут от настроения людей зависит. То есть, хотят они, пусть празднуют с фальсом Медельсона. Но, мне кажется, будет креативнее, если будет какое-то другое музыкальное произведение. Ну, может быть, для мужчин это и не очень важно. Но для женщин это важно. Для молодых девушек это важно. Ну, да, это остаться должно на всю жизнь у человека. И всегда в голове будет звучать эта музыка. Это же замечательно. Молодожены как-то, может быть, под индивидуальные предпочтения должны подстраивать всю эту церемонию. Не обязательно марш Медельсона. Может, они хотят что-то другое. Конечно, если человек хочет, то можно заказать себе там Барбару Стрейдент и с танцами выйти. А прямо сейчас новостной дайджест. Коротко о главном. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение об изменении границ морского порта Архангельск. В соответствии с подписанным распоряжением к границе порта включен дополнительный участок акватории в бухте Северного залива Дежнёва, остров, земля Александры, архипелага, земля Франца и Осипа. В документе отмечается, что указанная акватория приобретет статус внешнего рейда морского порта Архангельск. После необходимых проверок регионального управления ГИБДД в Архангельской области из 101 автошколы только 33 допущены к образовательному процессу. У остальных школ документы пока находятся на согласовании. В связи со вступлением в силу нового закона о лицензировании автошкол был введен новый порядок подготовки будущих водителей. 30 января в 16 часов в день рождения Анатолия Антоновича Ефремова в Театре драмы имени Ломоносова пройдет «Вечер памяти». Вечере памяти «Я жизни отдал всё сполна» примут участие представители правительства области, предприятий и общественных организаций «Паморья». В рамках Дней памяти Анатолия Ефремова телеканал ПС покажет фильмы с его участием. Смотрите художественный фильм «Вовочка» 2002 года выпуска и документальные фильмы, созданные архангельскими режиссерами. В день российского студенчества завершился юбилейный 10-й фестиваль «Виват-студент». В Архангельском городском культурном центре чествовали лучших из лучших. От сессии до сессии живут студенты весело. Хоть за плечами конкурсантов и были месяцы подготовки, бессонные ночи, но каждый участник фестиваля «Виват-студент» скажет, оно того стоило. В программе фестиваля и конкурс художественного слова, и состязания в хореографии и вокальном мастерстве. Всего шесть творческих конкурсов среди студентов, получающих среднее профессиональное образование. Знаменательно, что многие участники воспринимают фестиваль как новый этап творческого пути. Так как я давно выступаю, то решил принять в этом фестивале участие как студент, ну и потому что подобные мероприятия раскрывают твой талант, повышают настроение. Объединяющей темой всех мероприятий фестиваля стала профориентация молодежи. Состоятся не только творческие, но и профессиональные задачи не из простых. Но «Виват-студент» доказывает, наша молодежь способна ее решить. Мне бы хотелось, чтобы, конечно, вы оставались в наших вузах, тем более у нас такой замечательный теперь вуз, Северо-Арктический федеральный университет. И придет обязательно время, оно приходит, потому что будет развитие Арктики. Поверьте мне, что город Архангельск будет знаменитой, того ли сейчас, знаменитой точкой на карте не только России, а всего мира. Будущее принадлежит молодежи и будущее города Архангельска зависит, конечно, от вас. Фестиваль «Виват-студент» завершился, но отдыхать творческой молодежи недолго. Уже в феврале многие конкурсанты примут участие в межрегиональном фестивале «Помним, гордимся, верим», который пройдет в Архангельске в юбилейный пятый раз. Протимий Заварзин, Руслан Симушин, Панорама Севера. Татьянин день или день студентов САФУ прошел по-настоящему жарко. Одним из его аккордов стал конкурс огненного перфоманса «Огни Арктики». За огненной борьбой наблюдали журналисты телеканала ПС. Не секрет, что студенты любят позажигать. Вот и свой профессиональный праздник арктические студенты решили отметить с огоньком. САФУ отошли от привычного концертного формата и зажгли огни Арктики. Фестиваль объединил шесть архангельских команд. За звание главного укоротителя огня боролись как профессионалы, так и начинающие фаерщики. Начали мы этим заниматься где-то шесть лет назад. Страшно всегда, волнуемся всегда. Самое главное — соблюдать технику безопасности. К этому нет. Мы готовились недавно, как узнали о том, что есть фестиваль огненных искусств. Тогда мы решили придумать такой вот номер в честь Дня Победы. Они не играют с огнем. Они пытаются подчинить его своей художественной идее. В хобби это достаточно опасное. Эксцессы, которые порой случаются во время выступлений, по прошествии времени становятся уроками и яркими воспоминаниями. Бывало, горел. Да, пара ожогов было, но ничего, все сошло. Вот, а так все нормально, все в порядке вещей. Опасные моменты бывают, но это уже зависит в основном от нас и ветра. Я бы даже так сказал. Погода постоянно вносит коррективы в выступления. Чтобы молниеносно реагировать на порывы ветра, необходимы тренировки. Минимум три раза в неделю. Новые трюки в копилку приносят подготовку к фестивалям и различные мастер-классы. В рамках огней Арктики своим опытом поделился неоднократный победитель всероссийского конкурса «Файер-шоу». Петербуржец Федор Шарапов. Они приезжали ко мне в Питер, учились, и они обучили своих, у них свои ученики. Это прекрасно, это растет, это развивается, и наблюдать это действительно вызывает восторг. И советую к этому подключаться. Это спорт, это интересно, зрелищно. На огонек собрались не только студенты САФО, но и жители города. Даже пронизывающий северный ветер не смог загасить огни Арктики. Он лишь разжег интерес к огненным шоу. Валерия Пуминова, Руслан Симушин, Панорама Севера. К спортивным новостям. В Архангельске завершились всероссийские юношеские соревнования по бадминтону, по Амурске, Валам. В состязаниях приняли участие более ста юных спортсменов из 11 городов России в возрасте от 13 до 17 лет. Нашу область представляли ребята из Архангельска, Северодвинска и Мирного. В личном первенстве в старшей возрастной категории лучшими признаны Яна Горбатова и Никита Васильев из Московской области. Финальным аккордом турнира стали состязания в парах. В ходе упорной борьбы Архангела Городка Евгения Любышина в дуэте с уже известной нам москвичкой Яной Горбатовой одержали верхно спортсменами из Калуги. В рубрике «Открытый город» все о самых интересных событиях Архангельска. В рубрике «Открытый город» прямые трансляции самых важных и интересных событий Архангельска. Спорт на телеканале ПС. 27 января в 18.45 смотрите в прямой трансляции из спортивного комплекса «Норд-Арена» Кубок города Архангельска по мини-футболу. На поле встретятся команды «Сафу» «Диал». Все поклонники хоккея смотрите в прямой трансляции 28 и 29 января в 13.30 чемпионат России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги «Водник-2» «Строитель». А 29 января в 21.30 состоится чемпионат Архангельской области по мини-футболу. На поле спортивного комплекса «Норд-Арена» встречаются команды «Армида» и «Рома». По вопросам размещения рекламы во время прямых трансляций обращайтесь в редакцию телеканала ПС. Звоните 639 720. Откройте город вместе с нами. И в заключении выпуска информации о курсе валют на 27 января. По данным Центробанка на 27 января. Доллар США 65 рублей 59 копеек. Евро 73 рубля 56 копеек. Это была «Панорама севера». Далее смотрите программу в центре внимания, в гостях которой Скотт Макнелли, первый вице-президент Всемирного альянса Тхэквондо. А Елена Гончарова с вами прощаюсь. Всего самого доброго и до встречи. 27 января на территории Архангельской области ожидается пасмурная погода. В Вельске днем от 10 до 11 мороза. В Котласе от 11 до 13. Пасмурно. В Мирном минус 8, минус 11 градусов. В Новодвинске небольшой снег от 5 до 6 мороза. В Архангельске 27 января утром и днем ожидается переменная облачность. Температура воздуха минус 6, минус 7 градусов. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.